Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 41 главу. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы подтвердить его. Кто же может устоять перед моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть вверх одежды его? Кто подойдет двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его? Ужас. Крепкие щиты его? Великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. Отчего чихание покрывает свет? Глаза у него как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Вот такое описание дается в словах Господа. Описание, опять же, дьявола про образа этого животного. Надежда тщетна, не упадешь ли от одного взгляда его. Вот Ефрем Сирин пишет по этому поводу, цитата. Эти слова указывают на дьявола, чудовищность которого описывается через двух этих монстров. Ему предназначено быть побежденной силой Христа, когда наступит полнота времен. 45 стих 41 главы. Кто может открыть верх одежды его, кто подойдет к двойным челюстям его? Слова обольщения. Свидетель Григорий Двоеслов здесь пишет. Кто может открыть верх одежды? Львиафан этот одним способом искушает умы религиозных людей, а другим умы преданных миру сему. То есть Григорий Двоеслов здесь говорит о лицемерии и о разных способах действия дьявола. Видите, он говорит, одними способами он искушает людей религиозных их умы, а другими способами он искушает людей преданных миру сему. Очень хорошее есть произведение у английского писателя Клайва Льюиса. Оно называется «Письма Баламута». Там все это достаточно ярко в этом художественном произведении показывается, как дьявол действует на разных людей, как их бесят он поцелает разным людям, дабы отвратить людей от путей спасения. Вот свидетель Григорий Двоеслов так и пишет. Левиафан этот одним способом искушает умы религиозных людей, а другим — умы преданных миру сему. Он открыто предъявляет порочным людям то зло, которого они ищут, но он тайно ставит силки на добопорядочных, обманывая их под видом святости. Одним он предстает в более явной порочности, словно они друзья, но перед другими он скрывается, словно под одеянием честности, будто они чужие ему, для того, чтобы зло, которое они публично не примут, внушить им под скрытым покрывалом благого дела. Видите, очень важное замечание. Кто может открыть верх одежды его, кто подойдет к двойным челюстям его. Так и пишет. Под покрывалом благого дела. Известная, опять же, наша пословица и поговорка «благими намерениями». То есть иногда человек, то, что считает он за добро, а на самом деле не все то добро, что называется добром, не все то золо, что блестит. Действительно, не все бывает то, что люди считают за доброе дело, оно ведет человека известно куда, дорожка стелется. Поэтому под благим делом то, что сделано, как говорит, вот вспоминает сейчас, чьи же слова, Семен Новобогослова, по-моему, он так и пишет, что не все добро, все добро, которое сделано недобрым образом, не есть добро. То есть все, что сделано не по заповедям Божьим, не есть добро. Почему так? Потому что это может быть недоброе по отношению к человеку. Сделал человек что-то доброе, сам вознесся и возгордился. Не зная о том, что возношение гордость губит человеческую душу, поэтому, делая какое-то доброе дело, человек себе навредил этим добром. А человек верующий сделал какое-нибудь доброе дело, он видит, вот оно в тщеславии, вот она гордость, вот они подкрадываются, он сразу куда обращает свое, он, Господи, помилуй, не мне, не мне, Господи, но имени Твоему. Мы, рабы, ничего не стоящие сделать, что должны были сделать. Старайтесь отвратиться от этого состояния самовозвышения. Не так, совсем по-другому. Будет человек нерелигиозный, неверующий, делает добро, губит себя. Вроде бы доброе дело, к сожалению, дьявол настолько хитер, что добрыми делами, в этом смысле, губит человека. Его тщеславие, превозношение. Поэтому, продолжает Григорий Двоислов, поэтому и части его, коль скоро не могут наносить вред открыто, часто принимают вид доброго дела. И от нечестивости отказываются. Однако, видимой святостью они обманывают. Видимой святостью обманывают. Ведь если бы нечестивое открыто было злыми, то добрые их не принимали бы вообще. Но они принимают что-то от облика добропорядочности, чтобы люди добрые, пока принимают в них тот вид, который любят, в перемешку приняли тот яд, которого избегают. Конец цитаты. Очень интереснейшая цитата, разъясняющая многое, что под личиной действительно лицемерия часто может скрываться, может скрываться, да, яд, который верующие стараются избежать. Итак, кто войдет внутрь пасти его? Послушай меня, призывает Григорьево и Слов, того, что через разум отдельных избранных следует, исследует слова его внушений и настаивает на том, что они совсем не то, что звучат наяву. Ибо кажется, что они обещают добро, но ведут они к гибельному концу. «Войти, следовательно, внутрь его челюсти значит так проникнуть в коварство слов его, чтобы не их звучание слышать, а понимать его намерение». Конец цитаты. Слышите? «Не всякому духу верьте, как сказано апостолу Павла, но испытывайте духов, от Бога ли они». Как можно это испытать? Только, как говорит и призывает нас апостол Павел, «вникая в себя и в учения, этим себя спасешь и слушающих тебя». Вникать необходимо. Не просто читать, вникать, проникнуться Духом Божьим. Для того, чтобы не обмануться, мы знаем, что перед пришествием Христа придет антихрист. И он будет по виду, как Христос, поэтому называется антихрист, подделка. И очень многие люди обманутся. Кто обманется? Те, кто не проникся Духом Божественного Откровения, Духом Божьим через церковное таинство. Те, кто не проникся Его, тот и обманется. Он подумает, что вот он пришел, благодетель, наконец-то. Как сказано, по-моему, у того же Федора Михайловича, что он говорит, что вам принес Христос? Спасение, а я вам принес благополучие. Вот она удочка, очень хорошая наживка. Такая, которая глотается прямо вот только-только людям, которые не приучают свой разум к развлечению добра и зла. И далее, 41 глава, 69 стих. «Кто может отродить двери лица Его? Круг зубов Его ужас, крепкие щиты Его, великолепие. Они скреплены, как бы твердой печатью. Один к другому прикасается близко, так что воздух не приходит между ними. Один к другому лежат плотно, сцепились и не раздвигаются». Опять же, пишет здесь, да, вот у Оригена, кстати, есть. Несмотря на то, что действительно мы знаем, что Оригена воучение было сожжено на соборах, но до своего еще такого заблуждения, и он достаточно много, у него есть произведений, которые не разнятся и не расходятся с мнением отцов, с консенсовым патрумом. Вот он, интересно, здесь пишет «Маски дьявола». «Почему Бог не сказал, кто откроет лицо Его, что означает здесь облачение? Ибо кто открывает, сказано лицо, облачение Его». Чтобы понять сказанное, давайте воспользуемся примером актеров, которые надевают маски и показывают не то, чем они являются, но то, чем хотят казаться. В самом деле актеры на сцене надевают на себя маски то начальников, то царей, то женщин. Собственное же лицо их сокрыто. И то, чем они являются, не показывается, но видно то, чем они хотят казаться. Таков и дракон. Он никогда не показывает своего лица, но постоянно принимая личину, использует ее для обольщения людей. Этот враг имеет много личин и в каждом пороке принимает личину добродетели. Смотрите, как в каждом пороке принимает личину добродетели. И действительно, как сказано, что он явится как ангел света. Как ангел света. Если он придет вонючий и будет врать везде на каждом жагу, сразу будет понятно. Нет, это не тот. Как ангел света. Поэтому подделка под Христа. Так и сказано, примет личину добродетели. Кто способен раскрыть личину, в которую он облегся? Он способен обнаружить и показать, что внутри это дракон. Таковы некоторые, таковы и некоторые другие его ученики, которые приходят к вам в овечьей одежде. А внутри суть. Волки хищные. Конец цитата. Так пишет. Поэтому надо быть внимательными во всем. Как вот совсем недавно слышал высказывание одного проповедника, он цитировал старца Иоанна Крестьянкина. И вот цитата очень, она такая простая и очень-очень понятная, и действительно такая вразумляющая. Он говорит так. «Будьте внимательны и осторожны ко всем и ко всему». Вот очень простая, но очень такая вот поучительная. «Будьте внимательны и осторожны ко всем и ко всему». Десятый и тринадцатый стих. От его чихания, как мы прочитали, показывается свет, глаза у него, как ресницы зари, и так далее. И спасть его уходит пламенники, высказываются огненные искры. Коварство дьявола здесь видят отцы церкви. На шее его обитает сила. На шее обитает сила. Да, и вот природа дьявола во всем этом свидетель Григорий Годовый Слов пишет. Цитата. «Бездна кажется сединою». Итак, Левиафан этот увидит бездну сидеющую, потому что он так смутит сердца порочных людей, что они станут подозревать, будто грядущий суд может завершиться. Услышали? Еще раз. Левиафан, то есть дьявол, увидит бездну сидеющих, потому что он так смутит сердца порочных людей, что они станут подозревать или предполагать, будто грядущий суд может завершиться. Дальше. То есть, тот, кто считает бездну сединой, кто полагает, что кары небесные ограничены временем, этот древний обольститель тем самым в порочных умах, которые уловляет, облегчает наказание, словно бы они определились на определенный срок. Что это такое? Это называется чистилище. Наказание это на определенный только срок. Дальше продолжает. То есть, говорит, что ума порочных настолько извратятся, что они будут говорить об этом. Порочными, Григорий Двоеслов называет такое мышление. Но это лишь, продолжает, усугубляет вину, лишая их исправления наущением. И они тем более не прекращают грешить, чем более уверяются, что там наказания за грехи будут временны. Конец цитаты. Вот, пожалуйста. То есть, это, как утверждает Григорий Двоеслов, что сердца порочных людей будут верить в то, что они станут подозревать и говорить, будто грядущий суд может завершиться. В умах порочных людей они будут улавливаться тем, что наказания, они временные и имеют какой-то срок. И здесь, он говорит так, что эти люди будут дальше продолжать грешить. Ну, конечно. Если можно, там будет постепенно очиститься. Чего не грешить? Да, ладно. Здесь погрешу, там очиститься. Очищу, погорю немножко. Да, может, кондиционер кто-нибудь принесет, попрохладнее будет. И всякие извращенности ума, которые могут возникать в этом вопросе. Поэтому так отвечает Григорий Двоеслов, что это ум извращенный. Так может предполагать. Дальше 26 стих. «На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости». Кто князь мира сего? Над всеми сынами гордости. Вот как пишет тоже садик Григорий. Да, он. Цитата. «Таково истинное описание диких зверей по законам повествования. И нам не следует сомневаться в их размерах, учитывая могущество Творца. И в то же время данные слова обращены к более высокому пониманию. Они дают нам основания полагать, что через них также обозначено нечто важное, ибо сила духовного беззакония доступнее всего воспринимается в телесных образах. И насколько описаны эти чудовища, смертельны для тела, настолько губительны они для нравов. И сколь скоро гордость по справедливости вменяется им в грех, соответствующим должно быть для них и наказание». Действительно, где кто, как сказано, кому вы служите, тому и вы, и рабы. Но смотрите, как важна вот эта глава в ее истолковании в свете Отцов Церкви. Такие здесь важные даются советы, что под видом добродетели, под видом в общем-то каких-то таких ласкающих слух, что ну помучаемся, может быть, потом выскочим как-нибудь, проскочим там в Царствие Блаженство, в Царствие Небесное. Под этим видом дьявол старается увлечь нас от путей спасения. А жизнь одна, второй не будет. Мы же не верим с вами в реинкарнацию, что еще там несколько будет жизни. Одна и здесь на земле в этой жизни решается все. Как сказано отцы церкви, советуют нам тоже сетель Леонид Златоуст, думая о смерти, век не согрешишь. Надо всегда помнить, что рано или поздно мы предстанем перед Богом, что может от нас Наверное, самое малое, что мы можем воскликнуть к Богу в молитве «Господи помилуй». Действительно, когда смотришь на свою жизнь, что можно найти в нашей с вами жизни, что нас можно оправдать. О чем не подумаешь, сплошной, и там согрешил, и тут согрешил, и мысли, и делом, и словом, и помышлением. Действительно, надеяться только на милость и любовь Божию. Продолжение следует...